Программа стартовала 5 июля. Получить свой дом в Арктике решилось более 900 человек. Процедура подачи документов постоянно совершенствуется. Теперь это можно сделать через многофункциональный центр. Антон Пригодин уже воспользовался услугой. Он занимается фермерством 4 года. Будущий дом планируют построить рядом со своим хозяйством. Я позвонил мне, девушка по горячей линии объяснил, какие документы надо, чтобы я пришел как на консультацию. Вот я принес паспорт, получается, заявление, и мы решили, по какому из пунктов я буду лучше проходить. То есть есть несколько вариантов, как вы можете... Да, их есть 8. Один из них – это если вы участник Гектор Арктики. Для того, чтобы получить субсидию, нужно собрать пакет документов, паспорта и свидетельства о рождении детей, договор на покупку или строительство и бумаги, подтверждающие категорию получателя выплаты. Отправить их можно через любое отделение МФЦ региона. Для этого не обязательно ехать в Мурманск. Заявителю просто необходимо подойти в удобный для него МФЦ, взять талон электронной очереди, подойти к окну, подать заявление и практически сразу же в режиме онлайн эти документы в электронном виде попадут в Центр развития жилищного строительства и будут обрабатываться уже коллегами. Соответственно, при подаче документов к нам в Центр содействия он предоставляет первичный договор. После предоставления первичного договора и проверки первичного этапа документов мы отправляем дальше нашим коллегам. После подтверждения положительного решения гражданин заключает уже официальный договор и предоставляет его в банк. В Мурманской области уже рассмотрено 17 заявлений на сумму около 22 миллионов рублей. Единовременная выплата составляет 1 миллион и полтора миллиона для многодетных семей. Деньги можно потратить на строительство или покупку готового домокомплекта. Александра Пескова, Борис Савельев, ТВ21+.